Темнота, самое время просветиться. Екатеринбург готовится к ночи музеев. Во внеурочный час откроется больше семи десятков площадок. И на каждой будут удивлять. Так горожане смогут добыть электричество, залезть в матрёшку и пообщаться с женой Эрнста Неизвестного. Как успеть везде и не упустить интересного? Культурный маршрут составила Анжела Брик. СИМФОНИЧЕСКАЯ ТВОРЧЕСТВА Клавесин этот повторяет в точности старинный французский инструмент, который был создан мастерами Бланше в 1730 году. Подготовка к главному музейному событию Екатеринбурга идёт как по нотам. Зажигать посетители будут не только на сцене, но и в Музее энергетики. Здесь можно просветиться в прямом смысле слова. Мы предложим очень интересное мероприятие. Это дать вторую жизнь обычной электрической лампочке, которая перегорела. У нас будут специальные краски, специальные материалы. Можно будет создать из неё некоторую декоративную, креативную, интересную деталь интерьера. Нынче в Уральской столице будет работать 73 площадки. И больше половины участников впервые подготовили детские экскурсии. Их можно посетить до пяти вечера. С семи же начнутся программы для взрослых. Экспонаты для них сейчас рождаются прямо на глазах. Французский художник Тома Климовский создаёт дом-матрёшку. Мы увидим такую конструкцию, которая будет представлять собой начало дома, вход в некий дом. Их входов будет несколько. А как выглядели реальные старинные дома, можно будет подсмотреть в интерактивной книге. Это действительно страницы истории города. Вам появляются дома, которые вам в здании, которые вам, в общем-то, хорошо знакомы. Но то, как они выглядели раньше, скажем, горная канцелярия, выглядела вот так. То есть высокая голландская крыша. Но со временем она преобразилась и превратилась в хорошо знакомое вам здание, которое находится на перекрёстке улиц Ленина и 8 марта. Обойти все площадки за одну ночь музеев не под силу никому, предупреждают организаторы. Поэтому лучше заранее составить маршрут. В интернете есть специальные карты и онлайн-приложения. А чтобы не разориться на входных билетах, большинство экспозиций будут платными. Можно купить единую проходку на пять площадок. Анжела Брик, Антон Лимонов. Новости 41-го канала.